Всем привет, это новости АФК Системы, с вами Ольга Хмелевская. Сегодня в выпуске. Ответственное инвестирование в России и за рубежом, онлайн-торговля безрецептурными лекарствами и победа в конкурсе Московской биржи. Обо всем этом и не только, подробнее прямо сейчас. АФК Система подписала соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии на 10 миллиардов рублей. Это так называемый Sustainability Improvement Loan, когда процентная ставка может быть привязанной к динамике показателей устойчивого развития корпорации. Заключив первое в своей истории соглашение о привлечении из-за финансирования, АФК планирует интегрировать принципы ответственного инвестирования в инвестиционный процесс и бизнес-модель, в частности, принять экологическую политику. А система VC тем временем занимается устойчивым развитием сельского хозяйства. Вместе с британскими государственными инвесторами венчурный фонд вложил более миллионов фунтов в английский агротех-стартап KisanHub. С помощью бигдаты и машинного обучения компания связывает между собой участников цепочки производства продуктов питания на всех этапах пути, от грядки до прилавка. KisanHub использует средства на активное развитие Великобритании и странах Европы и продвижение ценностей устойчивого развития в отрасли. К новостям фармы. Benafarm Group инвестировала 320 миллионов рублей в расширение производства субстанций для антибиотиков на заводе Synthes в Кургане. За 9 месяцев 2020 года компания увеличила производство субстанций цифалоспориновых антибиотиков на 34%. В свою очередь, Озон получил разрешение на онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. В условиях ограничений, связанных с COVID-19, доставка лекарств является важной социальной услугой. Компания подключила к своей платформе уже более 10 аптек. Сейчас в ассортименте площадки около 2000 лекарственных наименований. Также рады сообщить, что Озон и Benafarm Group вошли в рейтинг московских компаний, которые продемонстрировали феноменальный рост во время пандемии. БФ-система объявила о запуске собственной образовательной онлайн-платформы «Лифт в будущее». На цифровой базе будет создано крупное учебное сообщество с открытым доступом к обучающим программам и профориентационным тестам, библиотеке профессий и бирже вакансий компаний группы АФК-системы, а также к интернатуре и стажировкам. И в заключение еще о победах. АФК-система завоевала награду в ежегодном конкурсе годовых отчетов, став первой в номинации «Лучшее раскрытие информации на корпоративном сайте». Конкурс организован Московской биржей и медиагруппой «Рынок ценных бумаг». На этом у меня все. С вами была Ольга Хмелевская. Еще больше новостей на нашем сайте Система.ру и телеграм-канале Система.Ньюз. Всем отличного настроения и хороших выходных!